Глава столичного департамента транспорта Максим Лексутов о пробках, парковках и грядущих переменах Москва-Россия 8 часов 18 марта 2015 года эвакуация Это путь к порядку глава столичного департамента транспорта Максим Лексутов о пробках, парковках и грядущих переменах Максим Лексутов в этом году власти Москвы планируют пересмотреть маршрутную сеть общественного транспорта Что изменится? Когда в маршрутках начнут действовать обычные билеты и карты тройка? Сколько город собирается заработать на парковках и появится ли они в районе МКАД? А главное, как на планах города отразится кризис? На это и другие вопросы ленты.ру ответил заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Лексутов. О тарифах как изменится в условиях кризиса тарифы на общественный транспорт. К сожалению, заморозить стоимость проезда мы не можем. Но, естественно, бесплатный проезд для льготных категорий граждан, сниженный проезд у студентов и школьников всегда будут сохраняться. Напомню, в этом году тарифы на проезд были изменены ниже уровня инфляции, а некоторые билетные решения даже стали дешевле. Поэтому задачу сокращения расходов мы решаем не с помощью корректировки тарифов, а иначе. Как же? В этом году нам предстоит большая реформа сети управления наземным транспортом. О новой транспортной сети мы внедряем новую модель управления наземным транспортом с включением частных перевозчиков. Она позволит на 20-30% снизить стоимость проезда на коммерческом транспорте. Все льготники смогут пользоваться маршрутами, на которых раньше льготы не действовали. Более того, люди в принципе перестанут ощущать разницу между коммерческим и городским транспортом. Речь идет о полной интеграции частных маршрутов в городскую транспортную сеть. То есть на маршрутках начнут действовать обычные городские тарифы. Да, и к оплате будут приниматься только городские билеты, в том числе абонементы и безлимитные тарифы. А учитывая, что цены у города ниже, то фактически в коммерческом транспорте будет снижена стоимость проезда. А раньше они были отдельно. До этого частные перевозчики брали себе какие-то маршруты, устанавливали свои тарифы, не ориентируясь вообще на пенсионеров и студентов, и возили пассажиров из точки А в точку Б только там, где им выгодно. А то, что людям, в том числе льготным категориям граждан, нужно добираться до школ, поликлиник, МФЦ, частников никогда не волновало, они работали на прибыль, выбирали направление, где пассажиров больше. Налоги оплачивают в минимальном размере. Городу приходилось ездить по этим же маршрутам, конкурируя с частниками, и одновременно перевозить льготных пассажиров и выстраивать маршрутную сеть с учетом расположения социальных объектов. В итоге на некоторых направлениях транспорта было избыточно, что осложняло движение, а к важным социальным объектам доезжали только городские автобусы. Мы ситуацию проанализировали, и сейчас постепенно будем внедрять новую маршрутную сеть, которая решит эти проблемы, выделенная полоса для общественного транспорта на Ленинском проспекте. Об ограничениях в кризисах. Кризис на ваших планах не отразился. Задача сокращать бюджетные расходы стоит перед нами в любой экономической ситуации. От этого, в том числе, зависит экономический баланс города. В рамках оптимизации расходов мы можем перенести введение некоторых мер, которые не только требуют дополнительных средств бюджета, но и создают нагрузку на участников транспортной отрасли. Так, например, мы перенесли на год введение запрета использования грузовиков экологического класса ниже Евро-2. Но что это даст? Это поможет предприятиям сократить расходы. Сейчас заметно увеличились кредитные и лизинговые ставки, а в общей сложности надо заменить примерно 30% парка. Для тех, кто еще не купил новые машины, это станет дополнительной нагрузкой. Вместе с тем на данный момент перед нами стоит задача в рамках текущего финансирования сохранить программы, которые уже запущены, завершить начатое. Штат сокращали. Мы сократим 30%. Такая оптимизация, насколько мне известно, должна пройти во всех структурах правительства Москвы. Кроме того, отказались практически от всех вакансий. Но сокращения коснулись исключительно аппарата управления. Все сотрудники, которые непосредственно обеспечивали работу транспорта, естественно, сохранили свои места. О плюсах кризиса как кризис повлияет на движение. Из-за экономической ситуации количество поездок на городском транспорте, по нашим прогнозам, увеличится. Сегодня все больше автомобилистов для ежедневных поездок на работу выбирают городской транспорт или же проделывают на общественном транспорте часть пути, а автомобили оставляют на перехватывающих парковках. Этот процесс уже идет. Прирост по наземному транспорту – почти 10% за год. Это очень много. Люди видят, что условия в городском транспорте изменились, да и сам транспорт стал доступнее, и понимают, что им, чем нервничать в пробке, удобнее будет доехать на метро или наземном маршруте. Кроме того, несколько сократится приобретение новых автомобилей. Если до недавнего времени Московский транспортный узел ежегодно получал дополнительно до 250 тысяч машин, то в 2015 году мы ожидаем не более 200 тысяч. Платная парковка внутри Садового кольца о парковках учитывая кризис. Вы наверняка собираетесь увеличить поступление в бюджет с платных парковок. Вовсе нет. Такая задача не может ставиться в принципе. Но ведь нужно как-то зарабатывать. В контексте этого проекта мы никогда не говорим о прибыли. Что действительно важно, это свободное и безопасное движение транспорта в столице. Платные парковки однозначно помогли с дорожным движением в нашем городе. Это несомненный факт. Впервые за многие годы движение транспорта в Москве улучшилось, что видят все, и наши критики, и сторонники. Насколько вероятно, что платные парковки появятся на всей территории Москвы, включая жилые районы? Мы не ставим себе задачи распространить платные парковки на весь город в пределах МКАД. Более того, в районах, где уже введена платная парковка, на некоторых улицах, где много жилых домов, мы не стали вводить плату после обсуждения с местными депутатами. Но встречается и обратная ситуация, когда жители просят сделать возле их домов платную парковку, как во всем районе. Эти просьбы мы анализируем, принимаем решения совместно с жителями и муниципальными депутатами. Кроме того, рассматриваем данные по загруженности улично-дорожной сети, платная парковка может вводиться как метод регулирования возле крупных объектов притяжения, торговых центров и офисов. Помимо этого, мы уже неоднократно говорили, что платная парковка никогда не придет во дворы. Парковочные места во дворах жилых домов предназначены для жителей домов и должны быть бесплатны. О плате за парковку будет ли меняться стоимость парковки? Возможно лишь в отдельных местах введение прогрессивного тарифа, как на территории Москва-Сити. Например, первые три часа вы стоите по одному тарифу, а уже по их истечении он увеличивается. Такая система стимулирует не оставлять автомобили на длительный срок, то есть снижается нагрузка на улично-дорожную сеть и растет оборачиваемость мест, парковок должно хватать всем водителям. Мы сейчас прорабатываем эту меру, и, думаем, к середине года у нас будет какое-то решение для территории с большим дефицитом мест, станции метро, например. Возле станции метро между МКАД и ТТК мы собираемся развивать сеть перехватывающих парковок. Для тех, кто воспользуется метрополитеном, они бесплатны. Уже обустроено 7,5 тысяч мест, и парковки пользуются спросом. Не пустуют. Многие скептически относились к этой идее, но через такой опыт прошло большинство столиц Европы, Америки, Азии. Это эволюционный путь. Перехватывающая парковка у станции метро Анни на парковке, десятилетиями зарекомендовавшая себя мера регулирования. И она уже принесла свои позитивные результаты. Сейчас практически всегда можно найти свободное парковочное место. Движение в городе стало свободнее. Мы не можем говорить о решении проблемы пробок, но изменения к лучшему, думаю, видят все. Можно много говорить о причинах, повлиявших на это, но факт остается фактом. В рейтингах независимых международных аналитиков Москва уже не на первом месте по количеству пробок. Теперь в лидерах Санкт-Петербург. Но начало года с долгими праздниками не показатель. Вот поэтому медали мы себе не вешаем. Пока лишь констатируем изменения, которые на дорогах объективно наблюдаются. Общее увеличение скорости движения фиксирует и наш центр организации дорожного движения, и независимые компании, тот же Яндекс. А окончательные выводы можно делать только примерно через год после введения новой зоны. Но то, что движение в городе перестало ухудшаться, это факт. Но проблема-то в том, что, как только вводится платная парковка в районе какого-то бизнес-центра, его посетители начинают парковаться в окрестных дворах. Что делать местным жителям? Ставить шлагбаумы. Мы только за. Мэр еще в 2012 году назад дал нам поручение облегчить процедуру получения всех разрешений. Мы провели работу с районными управами, чтобы максимально упростить процесс установки шлагбаума. Сейчас, если большинство жильцов за, установить такое ограждение можно очень просто. Если это дворовая территория, то жители имеют право решать, как ее использовать. Кто-то делает сквер и спортивную площадку, а кто-то парковку. Это их право. И если двор является единственным местом, где можно припарковать свой автомобиль, установка шлагбаумов вполне обоснована. Есть еще одна проблема. Человек, который снимает квартиру в центральном округе, не может получить резидентное разрешение. Сейчас резидентное разрешение получают собственники жилья и те, кто постоянно зарегистрирован в жилплощади, расположены в зоне действия парковочного пространства. Так как количество мест ограничено, то наша задача – первую очередь обеспечить разрешениями именно эту категорию жителей. На всех остальных мест просто не хватает. Если начнется вольница с распределением разрешений, то очень скоро все закончится банальной продажей сотрудникам соседних офисов, которые будут парковаться на резидентных местах. Поэтому надо, чтобы все действовали по закону. По правилам, получить резидентное разрешение могут также и граждане, временно зарегистрированные в снимаемой квартире. Так что хотите парковку – оформляйте временную регистрацию в снимаемой квартире и получайте разрешение на законных основаниях. Но бывает и так, что у новостроек просто нет места для парковки. Дело не в этом. Надо думать наперед. Но нет у города возможности выделить место для парковки возле дома в данном конкретном месте. Пусть это и новостройка. Но когда вы приобретаете квартиру в доме без парковки, должны думать, что некуда будет ставить машину. Купите в другом месте или же смиритесь с ситуацией. Вас же не заставляют заселяться в такой дом без всякой альтернативы, как в Северной Корее. Выбирая квартиру без парковки, надо задуматься о своих приоритетах. Может быть, это место вам очень нравится. Подумать о каких-то альтернативах. О том, насколько реально вам необходим автомобиль, в конце концов. Например, в Лондоне при строительстве дома на 100 квартир дают разрешение только на 5 капитальных парковочных мест. В противном случае автомобили новых жильцов заметно осложняют дорожную ситуацию в районе. Это тоже определенная ступень эволюции, которую мы должны внимательно обдумать и обсудить. О жизни без автомобиля в Москве можно комфортно жить без автомобиля. Москвичи не привязаны строго к личным автомобилям. Люди на самом деле любят гулять, ходить по городу. И мы должны создавать для этого все условия, развивать пешеходную инфраструктуру. Большое число москвичей не имеет своего автомобиля. Могу сказать, что люди, которые постоянно ездят на общественном транспорте, данный выбор сделали. Думаю, для большинства это осознанное решение. Уверен, что в годовом исчислении пассажир экономит несколько недель своего времени, чтобы потратить его с большей пользой, нежели сидеть в пробке. В московском метро в следующем году запустим в полноценном режиме московскую кольцевую железную дорогу МКЖД, которая сможет перевозить до 300 миллионов пассажиров в год. Там будет 11 станций, пересадок на метрополитен и 9, на радиальные ветки железной дороги. Фактически это еще одно полноценное кольцо московского метро, где 10 вагонные поезда будут ходить с интервалом 5-7 минут, перевозя по 1750 пассажиров. Не хотите ехать в вагоне метро? Пожалуйста, есть такси. Не надо думать о парковке и обслуживании машины. Время подачи сейчас не превышает 15 минут даже в часы пик. О пробках сколько автомобилей может одновременно и комфортно передвигаться по городу. 500 тысяч автомобилей в одновременном движении. Вообще же, в течение дня в городе в общей сложности передвигается более 3 миллионов автомобилей. Но здесь большое значение имеет, сколько автомобилей единовременно передвигается по дорогам. Если более 500 тысяч, то начинают возникать затруднения. Но количество автомобилей – не единственный фактор, влияющий на скорость движения. Второй, очень важный, число аварий. Если в день их случается свыше 2000, дорожная ситуация сильно ухудшается. Кроме того, большую роль играют погодные условия. Я уже не раз говорил, что общая скорость движения в городе...